Сколько реформ касательно борьбы с пьянством я на своем веку перевидал. В 60-х годах прошлого века партии правительства решительно настроились порешить эту заразу – алкоголизм, и тогда увеличили цену на водку, уменьшив, между прочим, количество шкаликов – 100-граммовых бутылок, в которые разливалась жидкость, придуманная Менделеевым. Люди приспособились быстро. У БДХ стояли мужики с припрятанной в карманах тары, покупали зелье в складчину, потом разливали и расходились по домам. Замаячила перестройка. К власти пришел трезвенник Михаил Сергеевич Горбачев. Он стал воевать не только с 40-градусной, но и с вином. Ради спасения нации. Те, кто посмелее, виноградники не вырубили. Просто спрятали под видом кустарников. Остальные пустили лозу под топор. Компания быстро выдохлась, но ее последствия чувствуем до сих пор. Судя по всему, наша страна является достойной продолжательницей ушедшего в небытие совка. Правительство решительно взялось за пиво. С 1 июля 2015 года начали действовать новые правила по продаже этого напитка. Именно с этого дня для пивной отрасли вводятся три вида лицензии. Производственная 780 гривен в год. Оптовая торговля полмиллиона гривен в год. Розничная торговля 8000 гривен в год для городов. 500 гривен в год для сельской местности. На каждый кассовый аппарат оплата поквартально. Лицензию на оптовую торговлю обязали иметь и производители. Дополнение к производственной. Понятно, что даже для крупного производителя этого хмельяного напитка указанное выше лицензирование повлечет за собой удорожание цены как оптовой, так и розничной. Но пивзаводы с этой напастью справятся. Чего не скажешь о мелких товаропроизводителях, которых хватает не только в Одессе, но и по всей стране. Последним кабинет министров не оставил иного выхода, кроме разорения. Ибо напиток, произведенный на мелкой пивоварне, и без того был дороже любого аналога, сваренного той же оболонью. Вот только по качеству значительно выше. Понятно, что наше правительство никакими реформами не занимается. Оно приспело лишь в рождении новых налогов. Но вот вопрос, который почему-то не приходит в голову главе кабинета министров и по совместительству лидеру партии «Народный фронт» Арсению Петровичу Ясенику. При сокращении количества рабочих мест в Украине и полном падении потребительского рынка, кто теперь сможет насладиться даже маленькой кружечкой пива? Эту слабость к упомянутому напитку позволительно иметь сегодня людям весьма обеспеченным. Коих в этой стране становится все меньше. Я уже молчу о судьбе работников мелких пивоварен, которые после разорения своих хозяев будут вынуждены искать работу на бирже труда. Если кому-то такая инновация придет по вкусу, так это махинаторам. Раньше научились выпускать водку-паленку, теперь займутся производством такого же пива. Вот и весь итог борьбы с пьянством и увеличения поступлений в бюджет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова